Возвращаемся после рекламы. Обещанного три года ждут. Почти полгода уже прошло. Ситуация для жителей дома в ПМК-8 за это время осталась неизменной. Напомним, по вине собственника многоквартирный дом в начале лета остался без водоснабжения. Но, как выяснилось, это лишь малая беда жителей. Люди топятся дровами, живут без газа, уличного освещения и дорог. Все по вине нерадивого хозяина дома. По поручению главы за лето собственник должен был восстановить все неполадки с водой и привести коммуникации в надлежащее состояние. Как живется в ПМК-8 сегодня, рассказывает Татьяна Барульна. За последние четыре месяца в поселке мало что изменилось. Местные по-прежнему живут без горячей воды, топятся по старинке, дровами и углем. И с ужасом ждут первых морозов. Боятся, еще одну зиму котельная не переживет. Оборудование не просто старое, старинное, а проще говоря, руклиц. Работа их буквально из последних сил. Еще мы неизвестно, какая зима будет. Суровая или какая, мы не знаем. Я это думаю, котел на ладом дышит. Вы понимаете, один котел. В резерве должен быть котел. Все равно в резерве должен быть котел. Этот сломался. И насос. Насос сломался, никому ничего не надо. Следить за коммуникациями и жилым фондом должен собственник фирмы Эгера. Но по всему рачительным хозяином ее назвать никак нельзя. Оставила дом без присмотра, а год назад и вовсе отказалась обслуживать котельную и заключать договоры с ресурсниками. Чтобы не оставить людей без тепла, муниципалитет был вынужден передать котельную на баланс Клинской теплосети. И мы сейчас отапливаем этот дом. То есть несем затраты. Уголь покупаем, дрова покупаем. И все это в топку. Поэтому люди, конечно, будут с теплом. Мы покупать будем. Хотя вопрос, конечно, что собственник хоть как-то должен был прореагировать на это. Пока никаких движений нет. Движений нет и в вопросах благоустройства территории. Люди умоляют собственника подключить уличное освещение, заасфальтировать дороги, договориться о переносе мусорной площадки. Считают, что тяжелые контейнеры продавливают ветхие трубы, из-за чего в доме постоянно перебой с водой. Здесь каждый раз бывает пролом. Или как труба сгибается, так как они чугунные, лопаются. И водоканал едет ремонтировать. Два раза ремонтировал. И чем чревато для жителей, то, что это происходит почему-то каждый раз зимой. Решать проблемы с водой поселка фирма-собственник, кажется, не собирается. На помощь жильцам приходит муниципалитет. Уже к ноябрю Мобчистый город обещает включить площадку на ПМК-8 в график и благоустроить в соответствии с требованиями. Дня за два, за три, до того, как соберемся, выйдем на место, послушаем людей, граждане, жители, посмотрим их мнение, плюс согласуем. Их желание должно совпадать с возможностями. Посмотрим по коммуникациям. Если их желание совпадает с возможностями строительства, то, значит, перенесем ее в то место, где они хотят. Поставим ограждение с трех сторон, соответственно, и асфальтовое покрытие. Благоустроить территорию, привести в порядок коммуникации, наладить водоснабжение и, наконец, стогазифицировать дом. И это лишь неполный список того, что обязан сделать собственник жилищного фонда ПМК-8. Если фирма «Эгера» и дальше будет отмалчиваться, муниципалитет будет вынужден расторгнуть с ним договор аренды на эти земли. Татьяна Барулина, Илья Мельников, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.